Раньше я смотрел много фильмов о российском криминале и всегда думал, для кого они все это снимают, столько неправды. Ну и решил снять фильм о том, как все это происходит на самом деле. Реальное событие, которое не надо придумывать, не надо никакие сценарии писать по каким-то книжкам. Поначалу, когда Виталий сказал, что надо снимать кино, никто не поверил. У него своеобразное чувство юмора, он обычно говорит шутки с очень серьезным выражением лица. Все в шоке были. Я до сих пор вспоминаю лица, когда хочу понять себе настроение. А тут мне просто никто не знал, как реагировать. С одной стороны, такую вещь, как я не серьезно сказал, никому из братвы, даже в голову не пришло такое кино, как следить на это. Это же Мосфильм, да, Москва, Ленфильм, там, Узбекфильм. Он говорит, пусть будет Усурфильм, ну, как-то так, думали, что Усурфильм, вроде бы, знает. Сейчас, конечно, начинает звать, а тут же, потому что даже конец. Ну, а потом уже, раз он сам там снимается, нам терять ничего. Это очень реалистическая мафия серия. Это фильм-макер, Нейт Павли. Он был известен из Уссурии. Среди опасных праздников. В 1934, there was an incredible news story in the art world. For the first time in the history of cinema, a film was shot by real gangsters. The head of the crime family acted as producer, director, and male lead. How on earth did gangsters manage to stage such a production? Сначала никто не мешал. Первые месяца полтора, снимал спокойно. А потом из Москвы, из Центрального управления, приехал генерал Ларий Иванов. Взгорел всю милицию. О, Боб. Как такое допустили? Это что за бандитский вызов обществу? Ну, и нас начали давить. Ну, естественно, всячески старались помешать. Потому что и с Москвы приходили там директивы, и, естественно, кому и народу не сильно. Это и нравилось, когда вот такое творится вокруг. Просто когда народ бегает с этими автоматами, с этими пистолетами. Поскольку я уже отходил тогда от криминала, и привлечь меня им было особо не за что, вот тогда-то они на меня испустили всех собак. Ну, в смысле, гаишников. Нас останавливают. Пока досмотрят, составят все эти протоколы, досмотрят. Больше часа пройдет. Потом отложат в отдел по борьбе с угонами. Там пройдет несколько часов. Ну, а потом на закуску отложат в УБОП, где день, собственно говоря, заканчивается светлым. И снимать уже невозможно. Так пришел день моего рождения тогда. В год съемок. Новый год. Везде останавливали на машинах нас. Всячески препятствовали. Ну, и в таком плане. Возили в отделы. Дознание и так далее. Садитесь. Виталий сказал на время съемок, чтобы не было никаких разборов, никаких сходок. Ну, в общем, никакого криминала, за что могла бы предваться милиция. Я помню, даже на съемку, потому что мы снимали бандитскую жизнь, но в то же самое время, там, конфликты с милицией, в то же самое время это и происходило вокруг процесса. Виталия задерживали. Один раз мы ехали на съемку, его просто отвезли в милицию. Видно было, что милиционеры его, в принципе, терпеть не могут. Причем вот до того, как прилетело из Москвы милицейское руководство, наша милиция была не против съемок этого фильма. Они собрали специальное совещание в ОВД, куда также вызвали меня, естественно, но они сразу же о съемках тогда узнали. Собрали это совещание. Там был и начальник ФСБ Виталий Ильич, и начальник криминальной милиции Малкин, начальник розыска Тараненко, который меня еще в подростковом возрасте задерживал, и Зубок был Кляйн, который меня посадил в 94-м. И вот даже те люди, которые меня сажали, даже они согласились с тем, что будет гораздо лучше, если я буду заниматься кинематографом, потому что на криминале они меня не могли поймать уже 5 лет на тот момент. Но потом, когда на них начали давить сверху, у них уже просто другого выхода не было. До того доходило, что прям побежал наряд, мы побегали там с автоматами, руки вверх стоять, ну понимаете, ну думали, что все это настоящее. Начали снимать вот с КПК, потом они поехали на машинах, сразу же доставили дежурную часть, потому что они посреди трассы, только посъехали, вот в сторону трассы, вот в поля вот здесь, между мостами. Когда едут перегонщики, и вот люди тут же останавливаются машины, догоняют, начинают бить стекла, реально все это происходит, конечно, люди испугались. И сразу сообщили. In an interview, Виктор Кастаусов, the head of the Ussuris crime family during the shooting, said, I myself arrested some of the participants for traffic offenses during the shoot, and I'm going to do the same in the future. Почти половину фильма приходилось снимать вот на такую камеру, на маленькую, чтобы ее в руке спрятать можно было. Благо еще оператор был с вот таким кулаком, здоровым, все камеры закрывал. Снимать кино, будучи фактически еще действующим, лидером преступной группировки, просто невероятно сложно. Мало того, что меня с ЛОО постоянно крепили, так еще и пацаны у меня там были. Мягко говоря, не актер. Кого-то убьют, кого-то опасали. Сценарий постоянно переделал. Ну, приходилось же заменять выгубших. Просто кошмар. В первом погиб, как и ковленок. Ну, он даже сняться нигде не успел. И вот с его похорон, менты еще во второй серии фотографию взглядели. Он на машине разбился, начали съемок. Потом... Арсен, тоже молодой парнишка, снимался он там камазом, он там перекрывал все это движение. Его нашли возле таксопарка с кого-то резанными ранениями. Утром в 6 часов. То есть к нему пришел кто-то домой, он был по пояс в голову, вышел из квартиры кому-то, то есть знакомого человека, углубил кто-то из знакомого. Ну, там, насколько последствия этого вызвалась, там что-то было связано тоже с наркотрафиком, с наркоточкой связано. Что-то не поделить. Его могилы нет на нашем кладбище даже, его на родину хорритит, правильно? Арсен, да, он был самым молодым, но самым талантливым из этой дагестанской группы Роскина. И именно на него я тогда и рассчитывал, в большинстве разговорных ролей. После его убийства пришлось все переделать. что-то убирать совсем. Серега Зоди, он в зоне уже умер. Его после съемок посадили, через три года сердце остановилось. Ну, у него до этого уже было 22, уже, да. Зависть. Слышь, земляк, откуда освободился? Серега. Ну, я как обычно, 22, давай, я так буду. Не-не-не, Серега. Ну, он был, скажем, старых формаций. Он еще с группировки Ткача был. Именно у них было, именно в общем уголовное направление. Потом Вова Аллеси погиб. Но это уже после съемок было, он машине разбился. Он как бы гонял, машины у меня спортивные были постоянно. Сезон номер два. Как рассказывают оперативники, за этим забором сидит трое актеров из фильма «Спец». Из играющих там был один. Макс, его зовут. Тоже перекаррекался. За два дня до съемок основных сцен, где он должен был играть основную роль, его посадили. За ограбление инкассадора. Вернее, там даже и ограбления-то никакого не было. Договорился с инкассадорами, чтобы разыграть нападение. И сам же потом во всем осознался, когда инкассадор пытался раскручивать. Потом пришлось ему телефон заславать в тюрьму, чтобы записать его голос, когда озвучка пришла в фильм. Ну, не только ему одному, там уже на тот момент несколько человек сидел. Дагестанцы вообще просто на кого-то сажали. Поэтому они там и не задерживались больше одной сцены в фильме. Это еще благодаря моему адвокату со связями удалось удержать на свободе хотя бы Османа, чтобы ослепить потом все увиденное сюжетное время. Хорошие дубли порой и делать не успевали. Если никого не арестуют на съемках, ну, все же еще дела. Ну, на своем, Виталий, мог-то сказать, что сегодня у нас съемки, все дела откладываются. Ну, а другим пацанам, как бы, у них тоже были свои дела. И приходилось укладываться именно в то время, которое у них было. Виталий, а почему милиция так и не смогла остановить съемки? Это сейчас я три раза подумал и, может, и сам где-то остановлюсь. А тогда, чтобы меня остановить, это нужно было только убить. Потому что сажать в тюрьму у меня было бесполезно и они знали об этом. Я бы и с тюрьмой все организовал, просто кто-то другой бы доснимал и все. Через Колином Густава что происходит? Происходит несанкционированное задержание автомобиля Виталия. А почему его остановили? Ну, предвзятое отношение к Виталию в пилиции. Он стал говорить, что мне уже порядком надоело, они меня постоянно останавливают, постоянно срывают мне съемки. Это вообще беспредел. Я знал, ну, по крайней мере, думал так, что самое худшее, что может случиться, это просто посадить тюрьму, чтобы остановить съемки. Ну, и пацанам говорили, что нам-то что я бояться? Тюрьмы. Мы-то что там не видели? Ну, и продолжали занимать. The press continued to cover the story, providing details of the extraordinary film project. Journalists found out not only that gangsters played themselves in the film, but that their real victims did the same, and some of them had real hardships on the set. Ну, били, да, мы? Они нас. Соглашались быть избитыми те, кто попал на бабки. Им платили гонорары и тем самым помогали рассчитаться с долгами. Я в 98-м году как бы бизнесом занимался. И, ну, получилось так, что я попал. Ну, а что, обычная каскадерская работа. Им постоянно каскадерам достается на съемку. Как бы это их профессия, и бывает всякое. Вот так вот, да, надо? Да. Упал, и она на месте стоит. Подожди, сверху падай. Начинали свое личное дело открывать и открыли автомойку. В этом случае у меня получился эксцесс с одним из блатных людей. Меня просто-напросто начали как бы грузить. В кризис тогда все попали, по несколько лет не могли рассчитаться. Я сам предложил им тогда отработать эти долги и участие в фильме. Вот я снялся в кино, да? Никаких долгов нет. Почему бы не? Почему бы не? Ари! Тем более, Виталий им долги списывал в 10 раз больше, чем любой каскадер получил бы на съемочной площадке. Получилось, в дальнейшем Виталий собрался снимать кино и как бы сюжет ставился, реальный сюжет ставился в фильм. Виталий, вы действительно снимали «Правду», только «Правду» и ничего, кроме «Правды»? «Конечно», «Библия» где. Ну, только единственное, что смещение там на 4-5 лет, то есть временной. А так все, реально отраженные забытия, как это было. Да, это было действительно. В убийстве Донцова сам же Демочка тогда уже подозревался. Ну, и мотивация была тогда, именно наркотики. Не-е-е, конечно, не. Это один из самых верных людей у меня был. Я таким и не разбрасывался. Я же показал там в фильме, откуда появилась тогда эта информация в милиции. Что это я сам ее тогда и запустил на свою голову, чтобы избежать тогда этой войны. Да, она я сам запустил. Там же в фильме все есть. Я же снимал не только про свою историю, я снимал про жизнь вообще, какая она была, а настоящую жизнь. Фильм вообще-то о нас. Вот кто здесь находится, о всех о них этот фильм. Как мы работаем, как мы живем, чем мы занимаемся. А в этом фильм. И о любви, конечно. И о любви, конечно. Всю эту историю, любовную, вся милиция знала, когда он на машине сбил мужа, этой девушки. И это, кстати, дочка депутата была, хозяина, завода, родина. The things that gangsters revealed in the film about their real-life occupation was already widely known at the time of the shoot. направились на разбитие и уезжают в город. Мы уже выехали, мы на трассу. Они занимались подставой машин. Ну, свои машины неоднократно уже битые, они рихтовались, они их подставляли. На этом деньги, в принципе, и поднимали. То есть, хорошая продажная машина, как без их слов, они поставили, вот там неплохие деньги. Это одно. А второе, в начале их неделительности, она вообще была практически не наказуема, потому что никто не обращался. Все не местные, все перегончики, а чтобы, допустим, произвести, расследование полного дела, это минимум 2-3 месяца. Документы у ментов побудут. По зеркалам смотреть надо. Только милицию они не вызывали. Зачем? Показали, непонятно. Показал, чтобы ездили аккуратно. И правило со мной надо. Потому что я не кидал в машине картошку там или бутылки пластиковые, как уже потом стали усовершенствовать эти подставы в Москве, в Питере. Я бил их по правилам. И закон был практически на моей стороне. Вот именно это я и хотел показать водителям, что в любой момент, когда они нарушают правила, неправильно перестраиваются там или еще что-то, их может поджидать опасность в виде серьезной аварии. А для крышевика еще серьезнее. Тысячу раз серьезнее, чем подушмотанные штрафы за эти же нарушения. Никаких преупрашиваний. Просто показал все, как было, как может быть с ними. Аварии бывали более чем серьезные на высоких скоростях, особенно когда нарушения у водителей были в виде превышения скоростей. Ну и сами видели, что могло бродить. Семки тяжелые, они забирают много энергии, много силы, но мне кажется, то, что мы видим, видно, что люди любят свою работу. Немного из журналистов верили, что гангстеры успели закончить сфотографирование. Но, despite the heavy interference of authorities, Виталий успел в видеть это. Как закончили монтаж, съемку, так сразу и выпустили в эфир. Ну, пока фильм шел, в принципе, никаких проблем не было, видать, менты сами хотели его посмотреть до конца, а потом, как фильм закончился, начались проблемы. После показа фильма, спец, сразу же практически поступили звонки со всех правоохранительных органов, как местных, так и московских. В частности, с московского рубок непосредственно тоже приезжали, искали, сколько мне было заплачено, что было получено от емочек, местонахождение, участвовали в съемках фильма и насколько это связано с преступным миром. когда вы не сумели ничего доказать какое-либо участие в этом преступном деятельности или якобы преступном деятельности, конечно, все это привело к тому, что телекомпанию закрыли, меня арестовали и посадили в тюрьму. После того, как посадили Сайдаева, уже больше никто из телевизионщиков не осмелился показать фильм. Я предлагал, несколько ничего не понимал. Все остальные зрители его смотрели уже или в интернете, или на пиратских дивидиях. Только на пиратских? А, не пиратских дивидий никогда не давал. Никакий прав, но этот фильм я никому никогда не давал. Или, может, как и бандитов, или ничего не наподелил. К примеру, его фильм, на мой взгляд, это интересное произведение искусства, которое при достаточной поддержке профессиональных продюсеров, профессиональной съемочной группы мог бы стать очень интересным явлением не только российского экрана, но и зарубежного, потому что он рассказывает о том, что он пережил. Он не сочиняет, а то, что он пережил. И это очень важно. Он снимал много об этом. И, конечно, у нас есть тоже, как, может быть, сериалы или книги в Америке, но это по-другому, потому что это настоящий. В 2004 году, где-то в июне, может, я сейчас не помню, я в Чобе сидел в Кобе тогда, на 25-й зоне. Пацаны загнали посмотреть. Фильм хороший, он снят пацанами для пацанов. Все его понимают, посмотрели. А вот мы читали в журнале, что вы как-то боролись с пиратами, продававшими ваш фельдик. Не я. Это парни уже здесь, в Москве, искали темы, чтобы они угадали сосрубить денег. Ну и обратились ко мне, чтобы потрясти пиратов. Их-то и гораздо проще искать, чем поставщиков наркотиков. в Москве. Но когда я увидел, что они с ними делают, я сразу прекратил это дело. В первых, я и сам мог попасть. Там же диски с моим фильмом фигурировали. не страшно. Ну, преступление, так сказать. Они им эти диски прямо в рот забывали. Поэтому, пусть я даже ничего не заработал тогда, но зато пираты распространили фильм на весь мир. я же снимал его для того, чтобы люди его смотрели, а не ради денег. Готовы? Да. Огонь! Многие журналисты и режиссеры из разных стран были интересны в фильме. Они взяли в путешествиях до самых больших мест в России чтобы встретить этого необычного человека и видели его , carried out от людей whose occupation не было с кино. Он американский режиссер. Он прочитал про Виталия в журнале Hollywood Reports. Это такой журнал в Лос-Анджелесе. Там было написано про бандита в России, который стал кинорежиссером. Ну, Пол никогда не на первый раз в жизни встречался с таким феноменом. У него, конечно, глаза сразу загорелись. Он сразу достал фильмы, посмотрел фильмы и понял совершенно уникальная история, что Виталий совершенно уникальный человек. он уже много снимал по разным бандитов, но он понимал, что это самый талантливый из опасных людей, которые он когда-либо видел и встречал. О, писатель, режиссер, сценарист, продюсер, каскадер, все штрюки сам делал. Это человек-самородок. Таких людей мало. Без опыта, без особого понимания, скажем так, материи кинопроизводства ребята с этим справились, да еще и не в одной серии, а сделал многосерийный сериал, который реально в России стал культовым. Вот это называется, когда не сверху навязывают, а снизу идут. Потому что, как вы понимаете, по телевизору не показывают. Просто то, чем я занимался всю жизнь, оно в некоторой степени напоминает профессию режиссера. Потому что любой лидер любого преступного сообщества или даже банды, он выполняет функцию, так сказать, режиссера. Хоть они там банк грабят, хоть разводят допустим каких-то коммерсантов, как вот я, например, показал в одной серии фильма. Иногда даже это все репетируется. Я много наблюдал, как Виталий работает на площадке съемочной группой с актерами и такое чувство, что он этим занимается всю жизнь, что он старой киношной семьи и вообще там родился. Вообще сложно себе представить, что человек самоучка. Я не знаю, подготовила ли его бандитская жизнь к режиссуре, потому что человек все контролирует. или делают операторы, актеры. Весь менеджмент процесса, и это есть 95% работы режиссера, и у Виталия просто идеально все работает. Это, конечно, достаточно такой фрик, вундеркинг, как хотите. Иногда даже в моей прошлой работе было что-то похожее на работу оператора. Если на каких-то криминальных мероприятиях я видел, что кто-то из моих людей смотрится как-то неубедительно, с определенного ракурса, то в следующий раз я уже говорил, чтобы они стали другим боком, например. Вот таких спектаклей, как я, например, показал в кино, было в 90-е уже сыграно такое множество, что опыт хочешь-не-хочешь уже появился и актерский, и режиссерский, потому что помимо режиссирования всех этих криминальных спектаклей, мне еще и доставалось волновой. Заказ. Загорелось, показывать и даже смотреть, потому что думал, что могут показать и что могут снять действующие на тот момент люди, относящиеся к криминалу непосредственно. Поэтому предполагал, что близки ничего хорошего не будет и снять они тем более ничего не смогут. но однако посмотрев из чистого любопытства посмотрев этот фильм первый, я пришел к выводу, что фильм действительно того стоит. Ни один режиссер не смог бы снять то, чего ты не прожил сам или не пережил. Вот Виталий смог передать именно атмосферу того, тех событий, ты смотришь и иногда кажется тебе документальный фильм. А, что вы делаете? По сравнению с тем, что я на своем телеканале показывал и по сравнению с тем, что показывали все телеканалы что центральное этого жанра этот фильм кардинально отличался. Непосредственно главный герой фильма что мне понравился акцент что апеллирует к своим соратникам что не стоит заниматься что есть другой путь выхода ну скажем так свет в конце туннеля показал. Если вы где-то вляпаетесь без меня машины вам уже не нужно будет заправлять будете пешком ходить по продолу это был мой первый фильм ну и как-то хотелось очень много сказать этим фильмом своим родителям той девушке о которой снимал и ее родителям пацанам многим самому обществу даже поэтому разговоров там конечно хватает которые многие посчитают лишними но раз уж все равно снимал кино я вложил в него много смысла имеющего значения кстати не только для меня и этот фильм он более-менее для тех кто что-то сделал для себя отложил он найдет другую цель жизни он и выйдет просто надо давать возможность людям кто-то сделал для себя какой-то вывод что можно заработать деньги не только криминальным путем не обязательно там ходить что-то там отнимать телефоны за копейки хотя можно это не делать не сидеть в тюрьме и иметь деньги вот этот фильм который он снял повлиял не только на возможно его ближайшее окружение но на мое ближайшее окружение я знаю точно тех людей которые я знаю из определенных кругов фильм оказал положительное влияние и они свое мировоззрение именно авторитетом этого человека высказано через фильм и через его поведение в жизни некоторые посчитали необходимым практически полностью порвать с таким образом жизни и перешли на более скажем так ну всю жизнь я конечно их не проследил но увижу что к этому миру они уже точно не относятся так же как и я глядя на них сделал вывод то что сидеть в тюрьме ну это глупо за что-то когда можно все заработать так и нормально и легально и спать нормально и жить нормально иметь семью и иметь доход и мне кажется что в этом плане фильм очень полезен да вот именно такие это фильмы и нужны а не то что навязывают постоянно люди должны знать о жизни настоящую правду а не то что им преподносят за правду и они потом делают из этого какие-то неправильные для себя выводы или уроки я думаю конечно хотел вообще снимать после того показали кино много хотел снимать собрал самых таких хулиганов хотел их привлечь к съемкам в кино чтобы они не занимались всякой ерундой на улице а чтобы зарабатывали деньги в кино в кино же не просто зарабатывали но лучше все хотел людей вывести из криминала потом потом еще что-то хотел снимать но единственный фильм который я мог снять за свои деньги это вот строгий режим не нужно там строить некие декорации дорогие нанимать дорогих актеров я предложил в федеральной службе исполнения наказаний привлечь в кино осужденных которые находятся на местах лишения свободы если это понравилось мне это может также понравиться другим и они вполне могут сменить свою профессию ну в кавычках профессию и поначалу руководство все со мной согласилось мы даже начинали уже работать я привлек к этому делу профессиональную киностудию ну потом видимо федералы что-то передумали несколько месяцев говорили мне что завтра завтра и так и все умерло это затормозилось потому что пока что никаких договоренностей с телевизионным каналом днемочка не достиг если бы это кино было снято то многие заключенные может быть задумались бы о том стоит ли идти этим путем может быть они приложили бы свои умения и силы в чем-то другом может быть какой-то аферист стал бы хорошим торговым менеджером артисты которые выполняют роль того или иного авторитета если они даже призывают к чему-то хорошему вряд ли кто-то его послушает потому что все знают что это артист а в этом фильме все знают что все участники непосредственно являются прямыми участниками и их слово и их призыв для тех людей которые соприкасаются с этой жизнью гораздо более важно и авторитетно да мы уже привыкли как ты говоришь легально зарабатывать после того как ничего не получилось с кино я хотел привлечь еще часть осужденных в другое тоже хорошо оплачиваемую профессию и предложил руководству в федеральной службе в плане на перзамен провести соревнования между колониями по футболу чтобы выявить лучших игроков и свести их в одну колонию ну или в две колонии если разные режимы впоследствии планировал организовать из этих игроков профессиональный футбольный клуб который участвовал в соревнованиях с другими профессиональными футбольными футбольными мы выплатили игрокам зарплату разумеется с которой они бы имели возможность отовариваться в магазине или погашать задолженности по криминалу если у кого-то какие были то есть фактически предлагал им работу они все равно большая часть из них без работы там цели ну и в этом мы все отказали а из ФС один Никита Симонян поддержал и все ну почему в принципе не организовать футбольные команды я не не только футбольные команды но есть в общем-то среди заключенных которые занимались другими видами спорта правильно почему же нет футбольная команда из заключенных которая помогает людям перевоспитываться это прекрасный пример ну и впоследствии эти игроки имели бы возможность попасть в другой профессиональный футбольный блок потому что талант игрока могут заметить и оценить только на соревнованиях никто никогда не поедет никуда где-то искать таланты в провинциях там в их или тем более в зонах во-первых эти пацаны уже освобождались с деньгами многие преступления по выходу совершаются беззамужда вот а так он выйдет что он никому не нужен на работу не берут его если будут люди там играть что-то там футбол то это хорошо а если еще будут деньги получать он лучше пойдет футбол поиграет и получит больше чем он отнимет этот телефон так почему не попробовать с помощью спорта перевоспитать огромную социальную прослойку нашего общества сколько у нас людей сидит в тюрьме 500 тысяч миллион я не знаю ну почему бы не попробовать начать с футбола вы знаете в свое время были вот эти вот детские колонии ну вот после революции и оттуда вышли вышли футболисты выдающиеся трудовая колония вот была допустим Болшева и оттуда вышли несколько футболистов которые играли за и за Динамо и за ЦДК вот так вот ответственный в то время ответственный за воспитание почти миллиона осужденных Виталий Полозюк сказал мне что заключенные получали бы больше денег за футбол чем зарабатывает он сам и все и опять все умерло у нас бюрократическая страна очень многие хорошие начинания сталкиваются с непониманием даже может быть не системы а каких-то отдельных людей которые сидят в кабинетах и пройти через них достаточно тяжело это даже не говорит о том что они требуют взятки за это они просто не понимают и не воспринимают то что вы им предлагаете жаль преступления бы сократились конечно бы не настолько много но все равно если у одного человека который может сделать 100 потерпевших на 100 преступлений станет меньше это же лучше будет по-любому я думаю что если он талантлив как говорят то больше в криминале он даже чтобы пробиться вот в киношный писательский мир он даже и там использовал свои ракетирские методы если кто-то из присутствующих видит что-то плохое в том в моем стремлении стать нормальным человеком и честно зарабатывать на свою жизнь скажите это мне я уйду обратно на свою дорогу но при этом нет никаких гарантий что никто из вас мне на этой дороге не попадется Виталий а в настоящее время приходилось применять свои криминальные способности с какой целью я бы сказал не способности а опыт криминальный ну да приходилось но только теперь уже с хорошими намерениями а пример можете привести ну хоть азер ну вот например с трудоустройством осужденных в нашей стране как получилось раньше я много раз говорил и начальнику УБО и руководству Милиции что многие люди совершают преступления просто из-за нужды по выходу из колонии потому что они освобождаются без копейки денег и не имеют шансов устроиться куда-то на работу я когда снимал кино об этом я затронул и эту тему ты просто предоставляешь нам места службы твоей внутренней атомы я не могу это же знаешь для общества мы заварны какое странное это обществе что ли нам теперь не жить что ли или продолжать это не живое я многие поняли это и наши усилийские власти хотели ввести льготы по налогам для тех предприятий и предпринимателей которые принимали бы на работу освобождающихся заключенных почему хотели делали официально объявляли об этом без пиеса но потом у них там что-то не заводилось скорее всего налоговые деньги в бюджет были для них важнее а может быть и просто не верили в то что преступление станет меньше я тогда сильно огорчился и решил сделать так сказать ход конем ко мне часто обращают журналисты там телевизионщики по поводу интервью там и причем и как-то позвонила корреспондент газеты московский консумболец Елена по поводу интервью и я ей рассказал о том что этот эксперимент с удовольствием осужденных освобождающихся заключенных после риска прошел положительно и рецидив среди освобождающихся заключенных сошел до минимума вы знаете не получилось с этим делать ничего как не получилось мы читали в центральной газете интервью Виталия а вот мы и стали удивились откуда он взял такую информацию я конечно точно знаю почему почему пацаны освобождались и шли ко мне ну по крайней мере части точно знаю что некоторым из них больше подошло работать водителям там охранникам или еще кем-то просто их нигде не брать и они соглашались по одному указанию жить автостоянки и совершать другие преступления Виталий а сработал ваш ход конем удачно прошло ход конем сработал In November 2007 a month after that most unusual interview the editorial office received the news about that interview and a draft law was proposed to the state Duma thanks to that draft law process of employment for discharged convicts was greatly simplified many deputies opposed that draft law and the authority of the federal sentence enforcement agency took the initiative in making arrangements with enterprises concerning employment for former prisoners however as soon as this issue had been solved with one of the biggest domestic enterprises that might have employed discharged arestees throughout Russia the global financial crisis broke out Duma когда-нибудь закончится, и, может быть, они продолжат это. Хорошее начинание. Уже то, что об этом стали говорить на таком уровне, эту проблему обсуждать, это уже хорошо. Что они хотя бы думают об этом. Просто все те меры, которые я навязываю им по сокращению, так сказать, преступности, они, никто их нигде не применял никогда. Наши боятся просто всего неизвестного. Если даже лидер нации в открытую говорит о том, что мы боялись принимать какие-то меры, хотели посмотреть, как это пойдет у других, и потом уже самим принимать решение. Правда, это он тогда про антикризисные меры говорил на том заседании, но разницы нет. У нас везде так. Так, может, это не боязнь, может, это, наоборот, умное решение. Посмотреть, как пройдет у других, а потом испытать на себе. Это не ум. Это, скорее, хитрость. Посмотреть, не утонут ли другие, проходя через брод, и потом уже самим пойти. Ум – это умение просчитать развитие ситуации в той или иной области. Но все те, кто умел это просчитать, уже давно уехали, наверное. Про утечку мозгов слышали когда-нибудь. Что было такого умного в Италии, что вы это замечали? О, он огромный стратег. Он любое движение у человека просчитывает, продумывает. Я поэтому и предложил американцам эти же меры испробовать. Вот, если они пойдут на это, испытают это, и у них это пройдет, а то, что это пройдет, это 100%. Ну, тогда, возможно, и наши подхватят это. Они все равно все хватают, что хорошо идет из Америки, начиная от программ на телевидении и кончая чуть ли не Конституцией. И вот, когда там это пройдет, пройдет удачно, возможно, и наши подхватят это и начнут что-то делать. Продолжение следует... Продолжение следует... Либо за убийство, либо за попытку убийства. Там двое сидели за убийство, один за то, что кого-то убил из неосторожности. А еще двое, тоже с фамилией Девочка, там, где потерпевшие, кажется, выжили, но все равно было все достаточно сурово. Вот только не нужно смотреть на меня, как на маньяка, ладно? Ни один честный человек не пострадал от моей руки и от моей семьи. Это вообще кто вам сказал? Они, делаете внимательно, считали? Все стреляли в таких же бандитов, каким был в то время я сам. Я сейчас быстро обломаю, я тебе научу как-то... Это у него как раз было, когда на стоянке разбирались со спортсменами. Ну, пытались все вместе вообще переместить и сам кассовщика своим рукам прибрать. Это и вот, вот, на этой волне у них произошел конфликт. Виталий, в смысле, на этих людей, все это было на стоянке в районе Центрального городского рынка. Там есть такая стоянка, где контейнеры стоят с вещами, и конец. Он пришел туда вооруженный и застрелил человека. Не было никакого беспредела. Кто там сказал, что это был беспредел? А ты кто такой? Я был один. Их было больше 20 тысяч человек. Это была одна из сильнейших группировок в те времена. Да, я шелкнет тогда на эти разборки с конкретным намерением убивать. Но это не было беспредел. Все это было. Об этом у старейного молча. Я же потом следил за это. И ни в одной зоне, ни в одной тюрьме мне даже слова никто не сказал про это. Хотя все все знают. Темочка и Ткаченко подозревались во всех убийствах громких 1924 года. Влетали по ночам в квартиры. Ну и расстрелили их прямо на глазах у жен. Убили лидера общика Севастьяна. Он был застрелил, все не ошибаюсь, по-моему, в своей собственной квартире. Жену не стали трогать, а его застрелили. И этих самых жен мы не трогали. Именно потому, что трогать невиновных, а тем более семью, это уже беспредел. Затем было покушение на Гостюшева, то есть Бонзая, следующего смотрящего. Также был убит авторитет половников. Там вообще в окно вылетели на пятый этаж. Через крышу, через окно, глядя у дилер, застрелил и ушел. Впоследствии был пойман какой-то морской пехотинец. Я так точно не помню. Скорее всего, также был убит положение из Костюков. Просто тело из квартиры куда-то вывезли, спрятали. Может, утопили, может, закопали. Сорока-то нам какие давали за это? Это я еще лихо отделался. Мало дали. Вообще-то нашим людям по 14-15 лет давали. За убийство бандитов. Столько же давали маньякам за убийство детей. А вы говорите, беспредел. Вы знаете, кто такой был Трифон? Не было в приморье группировки, которая бы выступала против его группировки. Трифон это вообще, как скажем, неофициальный положитель из города Владивостока. Ну, в настоящее время, покойничек у нас. Все старались просто поддерживать дружеские отношения с ними. Когда освободился Демочка, он стал убивать им зубы, отбрать им их машины. Трое или четверо, получается, людей из группировки Демочки Заскочили на квартиру близкого Трифона, коммерсантов, не коммерсантов, не помню. А там в гостях у него находилась мужа была этого человека, прозвища «Солдат». И в гостях у него был какой-то заезжий. Вот якобы причина конфликта этого была, что якобы этот заезжий оскорбил как-то. Ну, людей, в общем, его избили. Там его хорошо как-то избили, чили, сломали, зубы, убивали. Ну, лишь напротив Трифона я ничего не имел. Просто это были девяностые годы, там в Владивостоке, на этом авторынке, у кого машины не отбери, Трифона, скажи, кому зубы не выбери, опять Трифона, скажи. Это одна сторона вопроса. А потом, через некоторое время, ну, они, в принципе, тогда-то и не знали, ни Демочка, ни смотрящий, как он с Коцеморской снеги. Они вдвоем забрали машины у коммерсантов, просто занимаясь автобизнесом или машиной. А потом уже оказалось выяснилось, что этот Трифонский... Там до такого доходило даже, что положенцы бежали от него жаловаться в милицию. За вымогательство, по-моему. Ну, что якобы они там ворвались к нему с оружием, угрожали там, все такое. А, ну, был такой лодыга с Михайловым. Мы светали постоянно, пытались в эти районы своих людей поставить. Ну, это же этого и был конфликт. Был такой безутный, я думаю, что это просто была постанова такая какая-то непонятная. Потому что сначала было заявление написано, потом это заявление забралось, там, занимало. Но оно было несерьезно, потому что на дальшем уровне Михайловских оперативников, по месту, потому что оно никуда не пошло. А вы про Михайловского? Не буду оправдываться. В те времена все по-другому было. Да и как я мог поступить с человеком, который берет на себя ответственность за огромный район, а при этом не умеет даже с людьми разговаривать? Конечно, да, он упасит. И уже то, что он побежал после этого, жаловаться в милицию, все сказало об этом человеке. Даже сам положениц тогда открестился от него. Сказал, что это не он его оставил. После этого случая с Ладаченко, он поставил в районе своего смотрящего, по кличке Тайсон, который впоследствии, ну, скорее всего, по показанию Демочки, кого-то там избили, голову разбили, какому-то должнику в селе Ивановка. Ну, и оправдывая свою кличку, он тогда ухо мужику, ну, не откусил, а отрезал ножом. 15 лет ему за это дали. Да, ну, об этом, я думаю, не стоит. Об этом не стоит. Было-было, как в песне, не прошло. Самим положенцем с этим, с Сапалькой, у него постоянно конфликты были. Потому что Демочка относился тогда к криминальному сообществу блатных, так называемых воров в законе, во главе с джемом. А у самого в группировке Демочки были тогда и блатные, и красные. Ну, это всякие там завхозы, бригадиры по зоне, даже сотрудники милиции. В ту же группировку у Демочки в свое время входил оперативный сотрудник, начальника деваться, вот, Харольского. С ним два года продвигался. Просто это далеко от нас, не видно, но потом выяснилось. Там вообще до смешного доходило. Приезжает на Крывую Стрелку, смотрящий за Харольским районом, как его, Волков. А со стороны Демочки приезжает трижды судимый Пономарчук, здесь на колках. А за рулем у него сидит, ни много ни мало, начальник отделения уголовного розыска, Волков тогда говорит о Пальке, что за дела. И этот, говорит, Макаренко меня тогда сажал, говорит, а теперь я с ним должен на Стрелке дела решать. Виталий всегда говорил, ему бежали, красные, черные, лишь бы люди были надежные, а не такие как-нибудь, лкаши там, нахомароны. Поэтому подтягивал себя только здравых людей. Сама группировка входила в ПС общак вроде как, ну, а на самом деле она действовала сама по себе. Как бы придерживались, что есть положение, но занимались сами своими, другими делами, вели свою политику. Они и сотрудников милиции нападали, у Рубана, потом даже комиссари. Ну, бил конкретный человек Демочки. Доказательства были. И еще раз повторю вам, что ни один честный человек не пострадал от моей руки. По крайней мере, с тех пор, когда меня осадили в первый раз по глупости. В тюрьме воры научили меня, что обижать работяг нельзя. За счет них живут все. Только коммерсантов, взяточников, ну, и всяких рвачей. И этот гаишник тогда, как вы сказали, а, Рубан. Так вот он как раз из рвачей был. Но получил тогда не за это. Он сам виноват был и еще легко отделался этой пластиной в голове. И, кстати, он сам тогда взял деньги у меня за то, чтобы потом не опознать наследствие человека, который его убил. Да-да, я сам платил ему деньги. В его квартире, при его жене. Только записывалось, что это на моей пленке. Так что зря они про это вспомнили. Сталин – это справедливый. Ему все равно. Мент, немец, блокной, неблокной. Виноват – получил. Его менты даже уважали, что он с ними открытый играл. Если мы виноваты, он говорил, то мы свое получим. Если вы виноваты, то всегда на место вас поставим. Рома никогда так особо и не мукаевал. То есть говорил, как есть. А что касается сотрудника Рожеска, так он заслужил тогда не меньше, чем этот сотрудник Дэй. И к тому же в пьяном виде совершал преступление против моего близкого родственника. Уже тогда это считалось отягчающим виновство ядерством, даже с точки зрения Уголовного кодекса. И даже сотрудники УМОП, когда они вышли тогда на меня сразу, кто-то снил им информацию. Даже они согласились тогда со мной, что это действительно было справедливо. Кстати, вот этот Юрий Калибабар, он же как раз тогда и был в УБОП. Они сами согласились тогда со мной, что мы не стали писать заявление на их сотрудника, а получили с него сами. Его, кстати, почти не били тогда, и так материально у него забрали за тот ущерб, который он причинял. И меня не стали тогда раскручивать по этому делу, потому что посчитали, что это действительно было справедливо. Вот уже потом этот же Юрий Калибабар сразу же прилетел ко мне с обыском после разборки там одной со стрельбой, и чуть меня не посадил. Взял у меня оружие в доме, и чуть не посадил. Здесь уже никаких претензий. Все по-честному. Ставлю на вас. Да, я нашел у них оружие. В адресу прописки Виталия я нашел винчестер производства в Бельгии с нарезами для глушителя. Глушитель сам тогда не нашли, а вот этот карабин мы изъяли. Винчестер. Но так как Демочка был судимый, это ружье взял на себя его отец. Сам Евгений, по-моему. Вот, и за этот ствол был осужден его отец Евгений. Получил условия. Ресторан они вообще беспредел устраивали. В Корольске. Там с убийством был. Но его самого там не было. Но они же там все друзья. Ой, ничего себе. Что вы там откопали? Так это не мои люди были вообще. Да, мы общались, поддерживали отношения, но вместе никогда не работали. И к тому же это вам только с одной стороны рассказали эту историю. что это выглядело как беспредел. Что ворвались там, всех перебили, повара застрелили. И это я вам большой секрет открою, которого, наверное, только вы и не знали. В кавказских кланах нет простых поваров. Они все друг за другом. И каждый сотрудник ресторана, ну, в данном случае ресторана, это боевая единица, не важно, повар он или дворник. Если они кого-то бьют, какой-то конфликт, принимают в этом участие все. Изначально этот там конфликт начался, из чего? Что все сотрудники ресторана, все вместе, избили там пацанов, которые просто предъявили претензии за некачественное обслуживание. Просто покушать заехали. И этот повар бил этих пацанов сильнее всех администраторов, охранников и хозяев вместе взятых. И вот уже только после этого к ним вернулось по закону Бомеранга их гостеприимное обслуживание. Но, повторяю, я не имел к этому никакого отношения. Виталий вообще был в этом плане в те годы. Жесткий, уверенный. Стрелять так стрелять. А вот вы смотрели когда-нибудь в глаза смерти. Но вот когда мы познакомились с Виталием, мы первый раз поняли, что этот человек совершенно хладнокровно относится к смерти. Мы делали интервью с его женой, и она рассказала пару потрясающих вещей. потрясающих вещей. Однажды она приходит домой, а дверь к квартиру почему-то открыта. Она испуганно заходит внутрь. А там лежит Виталий, который, мягко говоря, в очень плохом состоянии физическом. А она спрашивает, почему ты оставил дверь открытой. В целом, я встал и открыл ее, чтобы, если я бы умер, тебе не было никаких проблем пройти в квартиру. А она им такое рассказывала. Не могу поверить. Ну, а в принципе, ну что в этом такого? Смерть – это так же естественно, как и жизнь. К тому же, меня столько раз убивали, что меня уже как-то глупо беспокоиться по поводу своей смерти и делать из этого какую-то трагедию. Я, по идее, вообще уже давно мертв. Первый раз меня еще в 93-м году убили. Так что я как-то, ну, спокойно и дальше. Там была тоже одна вещь, когда умер его его близкий друг, соратник его, во время съемок спеца, кажется, это было. Он погиб, и Виталий его похоронил в самом центре кладбища. Там все депутаты, в самом Козыр на месте. И я тем самым, в принципе, себе уже купил место там, где он должен лежать. Он уже как-то даже готовился к своей смерти. Да, это тоже нормально. Это так же естественно, как старики вот держат гробовые деньги. Потому что нужно заботиться не только о своей жизни, но и о смерти. я, конечно, еще не старик, но в то время постоянно ходил по лезву ножа, и убить могли в любой момент. И, кстати, когда снимал фильм, я точно знал о конкретном заказе на мое убийство. И впоследствии это подтвердилось. Вот поэтому я застолкнулся тогда место на кладбище, потому что попасть на приличное место очень сложно. Только если у тебя уже там кто-то похоронен. No one ever asked the unique director from the criminal world about the things that had made such a cruel and dangerous gangster stray from criminal life and go into a creative field. Is this at all possible? Да, я и сам от себя не ожидал. Именно любовь тогда и заставила меня изменить свою жизнь, покончить с криминалом. Ну, когда пришли уже такие действительно настоящие чувства. А что с ним стало, я не пойму. Еще недавно нормально живу, да убили всех подряд. Да это из-за этой иры все. Теперь-то я точно не знаю, что любовь может изменить жизнь человека. Кто бы мог понимать? Это он в делах был жесткий, а как дело дойдет до романтики, тут он совсем другой человек. А и сразу прям на глазах, аж лица меняется. пацаны всегда выделяются откуда меня мать. Я даже с ним езжу их бываю, едешь, ему понравилась там девушка, его подъедет, ей цветочек на капот положит, мы отъедем и в бинокль смотрим. Это они сейчас с Огуткой рассказывают, а тогда им там не до смеха было. Времена такие были, постоянные консультации. Я как-то еду на машине, смотрю, стоит Виталия на машине и в ней сидит Олег Дон, тоже Старство Небесное, ему в 2004 году убили его, Это был 99-й год, да. Ну и смотрю, он сидит у меня как, ну, лицо такое, утепленное. Ну и раз подъезжаю, скажу, здорово, здорово, Я говорю, что такое? Он говорит, смотри, я смотрю, Виталия идет. Ну, вообще, значит, туда смотрю, пошел, цветочек достал за пазухи, раз, там, поддворничек положил девушке и обратно пошел. Ближе подходит, смотрю, в бронжалете автомат отплачен. романтика, смотри, везде, говорит, война, а он, говорит, цветочки, говорит, на капоте ложит. Я как раз с Трифоном тогда разборки были. Бригады приезжали по моему душу. чуть ли не каждую неделю. Вот так и ходил под одной полой плащей розы, повторяю автомат. Иду по сторонам оглядываюсь. Одним глазом смотрю, чтобы она не шла от машины чтобы не увидела. Товим глазом смотрю, чтобы в спину никто не выстрелил. Пацаны мои на меня смотрят. Наверное, действительно, романтика. Наверное, такой вот человек. Может быть, поэтому, видите, и фильм снял. По крайней мере, никому это в голову не пришло, но не только цветы. Он там игрушки всякие подкладывал на корпор, пока их нет. Ну, сам, конечно, пошел такого-нибудь пацана. Но он сам встанет где-нибудь недалеко на машине и бинокр смотрит, пока она выйдет. Уже ехать надо куда-нибудь. Говорит, пора, поехали. Он говорит, нет, подожди, давай постоим, а то вдруг игрушку кто-нибудь собрёт, пусть уж выйдет. Ну, у меня не столько игрушку жалко было, что он кто-нибудь заберёт. Это же я для пацанов говорил. Просто посмотреть на её реакцию. Я же бинокр для чувствовала её. В лицо её лучше разглядеть. Глаза изумлённые. Так вы не знакомым что-ли подкладывали? Ну, не знакомым, не знакомым. А зачем? Ну, знакомым, во-первых, чтобы приятно сделать, выходишь, а у тебя на лобовом стекле цветок лежит и неизвестно откуда. Ну, а во-вторых, мне же интересно было, догадается, что это я или не догадается, скажет мне о своих догадках или не скажет, и как смотреть на меня будет, если не скажет, а то, может быть, она и на другого там, кого подумает, может быть, у нее там на примете еще кто-то есть. Ну, а не знакомым, чтобы познакомиться, это у меня тактика такая была. Так девушка может и на кого-то другого подумать. я же говорю это у меня тактика такая была. Будет спрашивать всех своих знакомых, кто этой там цветочки подкладывает, сомневаться будет пару вредствов, что ей врут. Ну, а потом я уже специально делаю так, чтобы она увидела, что это я, но сам быстро при этом уезжаю. и вот тогда она уже начинает проявлять настоящий интерес, кто же это в нее так влюбился. Но я еще пару месяцев не подхожу, продолжаю там цветочки, подарочки, и вот когда она уже все знает обо мне от других, ну, они же там пробивают, все узнают по номерам машин там и прочее, и вот тогда уже подхожу. Так это получается вы по нескольку месяцев ухаживали, прежде чем познакомиться? Да, три-четыре месяца в основном. Один раз даже семь месяцев. Семь месяцев? Ее потом назвали семимесячной. Даже так. Так ее назвали семимесячной. И это вы всегда так по четыре месяца? Конечно, нет. Это же были лихие времена, когда меня могли убить в его момент. 4 месяца это еще быстро, это я еще торопился жить. Сейчас мне уже торопиться некуда, поэтому я тут уже полтора года охаживаю одну особу. Она там уже в истерике вся, подругам плачется, когда он уже подойдет, когда они все знают обо мне, кто это и внимание уделяет. И много у вас было таких романтических историй? Ну да, историй таких было предостаточно. мы же мужчины как природа создана так, что мы в первую очередь обращаем внимание на внешнюю оболочку и потом уже в процессе общения, когда узнаешь внутреннюю сторону, часто выясняется, что ну не мою и переключаешь свое внимание на следующую девушку. Для меня именно в этом заключалось счастье тогда. Не в деньгах, не в положении, а именно в чувствах. Я и пацанам своим всегда говорил, что счастье не в тех деньгах, за которые мы каждый день рисковали. В принципе, из фильма поняли, к чему понят главный герой. То есть вы. Вы в фильме своим ребятам говорили, что необходимо отойти от криминала. Да и вообще уже пора переходить на легал, завязывать с криминалом. Ну вот видите, если смотреть фильм не ментовскими глазами и не видеть в нем злой умысел, то даже вы понимаете, что я хотел сказать этим фильмам, своим собратьям. Что можно отойти от всего и жить счастливо, даже если у тебя нет никаких нитоплений, как, например, у большинства простых боевиков. Что можно жить счастливо даже в маленькой съемной квартире с маленьким телевизором. У него дома-то своего никогда не было. Где жил, никто не знает. Никто у него никогда не было. Володя же сам сбивался. Где вчера ночевал и где у него что хранится и где что оставил. У него всегда с тобой вот такая связка ключей была от квартирки. И он каждый вечер сидит, перебирает эти ключи и думает, куда бы ему сегодня поехать ночевать. Да, я сам не знал, где ночевать. Я всегда решал это уже перед сном. Это начиналось после того, как в начале девяностых меня застали врасплох. Мои враги не знали, где я ночую и нагрянули тогда ночью. Но с тех пор я сделал выводы и больше о том, где я ночую, не знает никто. Не знаю до сих пор. Где-то в Москве, а где живет, никто не знает. Только телефонные звонки и все. Виталий до crime bosses come from? What do honesty и decency mean в криминальном world? Как случилось, что Виталий принимал криминальную организацию? Он был умнее, счастливее, талантливее. У него голова лысая. Да. Он много думает. Видимо из его самой порядочности. То есть он нигде никого не подставлял, нигде никого не сливал. Таких всяких интриг порядочность же этих преступников не обязательно должна быть. Несколько раз судимый порядочный будет. Просто сама его манера общения и поведения и образ жизни на эту талку. да, есть такое. Несколько человек проходило по делу. Все на себя взял. И второй раз взяли. В общем, все четыре судимости и все четыре раза один сидел. Это для уголовников он хороший авторитетный. Остальные люди страдали от них отцов. Я понимаю, это невероятно сложно проверить, что человек с таким прошлым может измениться и еще и приносить пользу обществу. Ну, по крайней мере, пытаются ее принести. Просто это общество никак не хочет его принять. Может быть, я выгляжу как бандит и разговариваю как-то не так, но я вижу, что многие люди просто не могут поверить в то, что я уже не тот, кем был раньше. Ну, да, мы несколько недель снимали в Уссирийске и, честно говоря, после нескольких недель мы все равно не поняли что за Виталий человек, какой характер и что у него там внутри. Его очень сложно разгадать. Representatives of the Иркутск youth movement were the only ones who made the effort to find out what kind of person Виталий was. Though they never met him in person, having watched his film and traced his activities, they came to the conclusion that this person would have accomplished great things had he used his capacities in a lawful manner. с участием настоящих заключенных. Хотел построить стадион у шестой колонии, чтобы команда заключенных играла, ездила на матчи, получала за это деньги. Тоже это все не дали. Поступки говорят сами за себя. Человек хотел как лучше, а у нас получилось как всегда. Если бы он сам был на месте тех людей, которые запретили кино снимать, футбол и все такое, он бы давно нашел метод уголовников. Нет, пока существуют деньги, алкоголь, тяжелые наркотики, власть, женщины. Преступность никогда не победит. Но можно ее существенно сократить. И я уже неоднократно давал советы нашим законодателям, как сократить хотя бы молодежную преступность. меня не послушали. Что я для них анночный уголовник. Вот мне приходится самому предпринимать попытки. И каждый талантливый преступник, который я мог бы вывести из криминала в искусство, в спорт, это на тысячи будущих нераскрытых преступлений меньше. Только у меня у одного было сколько преступлений. так ведь я их помимо того, что сам совершал, я их еще и организовал в 90-е годы, направлял других. Ведь в конце концов преступление это тоже талант. И в зависимости от того, куда ты этот талант прикладываешь, получается хорошо или плохо, совершенно верно. криминалов. Но если люди шли за ним туда, где их запросто могли убить на любой стрелке, то они также запросто за ним и вышли из криминала. И вот теперь, когда я нашел в себе скрытые способности к влашеству, я могу и другим помочь найти их, чтобы они жили за счет этого, а не за счет криминала. Власти лучше знают, что делать. Ведь также работают и настоящие профессионалы, ведь они же должны разбираться в вопросах преступности. Здесь нужно понимать, что знать о преступности снаружи, как о ней, и знать ее изнутри, это большая разница. Знаете, в 89-е году, когда я впервые провел в штрафном изоляторе 120 суток без выхода. Когда меня выпустили в зону, я впервые за долгие месяцы увидел солнце, меня стали посещать светлые мысли. Я сразу пришел к руководству колонии и предложил им вести некоторые новшества в деле воспитания осужденных. И предложил им разрешить штрафных изоляторов, вернее, даже не разрешить, а чтобы в обязательном порядке там была Библия, где сказано не уби, ну и другая подобная литература. Я на тот момент знал только несколько десятков человек, которые уверовали и прекратили свою преступную деятельность. Но они сами, начальники, знали таких людей гораздо больше, поскольку это была их работа. Так вот, знаете, что они меня тогда обидели с усмешкой с такой. Это где ж ты, говорят, видел, чтобы отрицал его, читали подобную литературу? Откуда профессионалам, пусть даже получившим образование и по 30 лет проработавшим в этой системе узнать, что там уже на десятые сутки в одиночке читают даже туалетную бумагу. они там не сидели. Вижу, вы не понимаете, туалетная бумага в ШИЗО это несколько страниц какой-нибудь старой библиотечной книги, ненужной, списанной, разрезанной пополам для экономии бумаги. И вот там вот эти страницы дают как туалетную бумагу в ШИЗО. так вот там вот эти листки их не просто читают, а пытаются думать, что было написано в верхней части листка или в нижней, смотря какой отрезали. Додумывать пытаются. я сам прошел через это и видел много раз даже не только в одиночке. Ну, разве они будут меня слушать? Они за людей до нас не считали. А знаете, сколько тысяч человек не было бы убито и ограблено за эти 20 лет? Если бы они меня тогда послушали. А вот мы знаем из ваших книг, что у вас был роман с сотрудницей следственного управления Уссурийска. Это было тоже с благими на вере? Да, нет, ну что вы. Мы даже были 90-е годы. Тогда я и представить себе не мог, что когда я изменюсь. Поначалу она, конечно, же для дела нужна была. Для чего я собственно с ней знакомилась. Но потом уже пришли какие-то чувства ревновал, помню ее даже, к ментам, к сотрудникам каилов. Но потом об этом быстро узнали в управлении по борьбе с организованной преступностью и с помощью отдела собственной безопасности наши отношения с ней быстро прекратили. Но я думал, что это и Куршин. Если бы эти отношения тогда продолжились, она точно стала бы коррупционной. Ну, а я, возможно, так и остался бы бандитом. А теперь я уже нашел себя в этой жизни ничего другого мне уже точно не надо. В принципе, да. Группировки-то больше нет. С момента, допустим, снятия сначала съемок фильма и в дальнейшем ни заявлений никаких даже таких не было припосылок. Информации нету, что он где-то чем-то занимался еще помимо этого. Кто-то коммерцией занялся. Ну, как обычно бывает, допустим, ребята за два раза дружат, дружат, потом раз в какое-то время разбежались и каждый свою судьбу нашел. Как и у них тоже. Тем более каждый нас хочет забыть, все в прошлом оставить. Сейчас у всех семьи, у всех дети. Все по-другому живут. Но многие выйдя из заключения становились вообще настоящими людьми, понимая, так же, ведь, наверное, которые потом приносили огромную пользу государству. Ну, давайте, мы далеко не хотим, возьмите Солженицыну. И далеко ходить не надо. Вот один из примеров ярких. мне кажется, если за ним нет новых грехов, то власть должна, наоборот, помочь, помогать таким людям. Помочь ему, понятно, но и помогать таким людям, потому что эти люди сумели раскаяться. и мне кажется, в Италии сегодня проходят определенный этап жизни, очень важный, когда можно или попасть действительно в мир искусства, куда он хочет попасть, или снова вернуться в криминальный мир. Мне кажется, что власти должны, наоборот, ему помочь попасть в мир через искусство, чтобы он не попал в криминальный мир. Но правительства не верят Виталий. Даже Министр Интернальные Афарии называл фильм «промоция». «Понятно». Если рассуждать с точки зрения милиции, то что бы ни делал преступник, ну, в их понимании преступник, они всегда посмотрят в этот злой умысел. Но их не осуждают. Потому что какая-то обоснованная логика в их мышлении есть. И я прекрасно знаю эту оценку, которую дает мне общество. Я был алкоголиком еще в подростковом возрасте. У меня в училище было прозвище «Хроника». Потому что трезво меня там ни разу не видели. Сидел на игле. Меня дважды лечили от наркомании. Принудительно. Я был во многих стирмах от Урала и до Владивостока. Доказывать сейчас с тем, что я не преступник не стану. И помощи тоже ни у кого никогда не просим. Но вот если мне хотя бы мешать не будут, я смогу доказать всем. Кстати, теперь, когда меня знают уже везде, всему миру, что можно стать нормальным человеком, пройдя даже все самое худшее, что есть в этой жизни. г И только в